Далее об этих и других событиях более подробно. В Аральском районе начато строительство подвесного моста через железную дорогу. В ходе рабочей поездки Акимобласти принял участие в церемонии закладки фундамента важного объекта. Вместе с тем Нурлубек Налибаев ознакомился с показателями развития района. Совместно с руководителями правоохранительных органов провел личный прием граждан. Строительство подвесного моста через железную дорогу аральцы ждали давно. Во время прохождения поездов здесь возникали огромные пробки. Скорая помощь, пожарные не могли вовремя попасть на вызов. В скором времени эта проблема будет решена. Началось строительство моста с пешеходными дорожками по обеим сторонам. Благодаря поддержке главы государства из республиканского бюджета на строительство данного подвесного моста было выделено 3 миллиарда 114 миллионов тенге. Строительство началось. Планируем сдать в эксплуатацию в следующем году. Отмечу, в прошлом году на развитие Аральского района из республиканского и областного бюджетов было выделено около 12 миллиардов. В этом году сумма увеличена вдвое. На сегодняшний день рассмотрено около 20 миллиардов тенге. В том числе свыше 7 миллиардов тенге на ремонт дорог района, потому что здесь дорожный вопрос решен не полностью. Поэтому уделяем этому особое внимание. Направляем большие средства в Аральский и Казалинский районы. «Это долгожданное событие. Об этом мечтали мы долгие годы. Мечта наша сбывается. Люди очень благодарны». В районе запланированы масштабные работы. В рамках проекта «Комфортная школа» в этом году будут построены две школы. В аулах «Бугин» и «Хазлжар» – медицинские амбулатории. В ауле «Куктем» – медпункт. В рамках проекта «Аулы Ельбисыгэ» будет проведён средний ремонт 10 улиц. «Вместе с тем подготовлена и направлена в отраслевые министерства проектно-сметная документация 58 проектов общей стоимостью 39 миллиардов 300 миллионов тенге, направленных на решение накопившихся проблем района. Следует отметить 43 миллиона тенге на разработку ПСД, 17 проектов на сумму 10 миллиардов 150 миллионов тенге были выделены за счёт спонсоров». Во главе угла должны быть вопросы развития малого и среднего бизнеса, улучшения условий жизни сельчан. На совещании актива района Акимобласти поручил усилить работу в этом направлении. Вместе с тем необходимо увеличить количество опорных населённых пунктов, а также работать над стабилизацией цен на продовольствие. И здесь должен сработать план по развитию огородничества. «Если в аулах каждая семья самовырастет необходимый для себя объём овощей, скачков в цен не будет, потому что не будет спроса. Вновь были даны поручения всем Акимам районов, руководителям хозяйств подготовить бесплатно земельные участки, установить насосы. За счёт спонсоров покрыть затраты на горючие и электроэнергию для насосов. Только сажай». Далее Акимобласти совместно с руководителями правоохранительных органов провёл приём граждан по личным вопросам. На приём пришли около ста человек. Житель аульного округа Акирек Акбай Байкеев отметил актуальность открытия в районе филиала Казводхоза. В районе с года в год увеличиваются площади посевов. «Нам нужны специалисты. Площади посевов расширяются. Нужно собственное водохозяйственное предприятие». На приёме был поднят широкий круг вопросов по вопросам жилья, трудоустройства и т.д. Глава региона поручил ответственным лицам изучить все проблемы и предложения и в рамках закона принять соответствующие меры.